В прошлый раз мы записывали видео про аудит юзабилити. И это видео было довольно-таки интересным. Оно и называлось «Азы и основы аудита юзабилити». Собственно, я говорил про важность этого аудита для продвижения сайтов. Но хотел бы сейчас остановиться на тех фишках, которые реально можно внедрить сейчас для вашего сайта, изучая те вещи, которые рассказывались в прошлом. В частности, хотел бы объяснить, на что же все-таки сильно повлияло за эти два года с момента съемки моего видео для аудита юзабилити. Что нужно делать, как его нужно делать, какие вещи нужно прописывать и в каком формате. Меня зовут Николай Шмичков, это канал SilkWik. Поехали! Первое, на что можно обратить внимание при фактически продумывании дизайна сайта, да, то есть это хорошее юзабилити всех его элементов. Но давайте все-таки разберемся, какие могут быть уникальные ошибки при создании, ошибочном создании дизайна сайта. Я решил погуглить и накопал интересную статью. Статью, собственно, по Tilda Education, связанная как раз, собственно, с частыми ошибками дизайна веб-страницы. И на самом деле здесь очень так подробно рассказано, какие могут у вас быть ошибки. Яркий пример. Вот первая картинка отличает от второй картинки в том, что в нем визуально не разделен смысловый блок. Вы скажете, это же мелочь. Такая мелочь, на самом деле это сильно влияет на пользователей, на пользовательский опыт. Такие вот мелочи, из вот этих мелочей и состоит весь аудит юзабилити. И казалось бы, что вы не видите здесь никаких отличий, слишком фундаментальных, но они есть. Также можно посмотреть и нюанс с отступом. Обратите внимание разницу между отступами, между каждым элементом. И вы видите, что следующий текст находится слишком близко, в то время этот текст находится от этого элемента слишком далеко. Поэтому идеальное выверение единых отступов, это тоже важный элемент при создании дизайна сайта. Когда мне приходят сайты на аудит юзабилити, я эти ошибки начинаю тоже в последнее время подмечать. И казалось бы, смотришь на них, к ним уже придраться, это придирки. Но это все реальные ошибки юзабилити. Они все будут влиять на эффективность вашего сайта. Также, соответственно, если у вас будут отступы слишком маленькими, то смысловые блоки будут наслаиваться друг на друга. Обратите внимание на эту разницу. То есть смысловый блок попросту теряется и он не виден. Соответственно, тоже самая-самая популярная ошибка множества сайтов, это когда фотография наслаивается на изображение. И это самое популярное. Почему? Потому что многие не учитывают, что дисплеи могут быть разных размеров. Они могут сжиматься, растягиваться до любого варианта размера, до любого диапазона. И поэтому здесь иногда не продумывают эти моменты, что фотография может наслоиться как угодно. И если, допустим, вы думаете, что таких примеров мало, поверьте мне, их много. Где-то из всех десяти сайтов, которые приходят, у двух эта проблема встречается стабильно. Это и наслаиваемый текст, белый текст на белом фоне, который при зависимости от разного разрешения экрана наслаивается на какой-то элемент и текст получается становится худночитаемым. Яркий пример решения – это простая подложка. И действительно очень грамотный. Второй момент – это огромное количество стилей. Само собой, что стили позволяют выделить много текста, текст выделить разными фильтры, разными шрифтами, разными элементами. Но на самом деле это нагружает в целом страницу, потому что огромное количество стилей нужно подгрузить. Гораздо проще использовать реально разные варианты насыщенности. Это жирный и нормальный шрифт. И этого достаточно для того, чтобы выделить весь контент, не прибегая к сложным экспериментам. Еще интересный вариант – это узкий цветной блок. Узкий цветной блок относится к предыдущему пункту смысловых блоков. А узкий цветной блок просто выделяется негативно. Вот, например, вот просто наши эти свойства, и человек теряется, к чему относится этот блок. Да, на самом деле визуально кажется, что вроде бы есть логика, но логика на самом деле за вторым вариантом – это реально современный тренд. Вот. И еще такая болезнь – это когда мы пишем УТП, я рассказывал об этом в прошлом видео, что УТП нужно писать, когда мы пишем слишком большие. Их становится тяжело читать. Постарайтесь уложить ваше УТП в 100 символов, ну в 150 максимум, но лучше в 100. 100 – это идеальная длина дескрипшена на мобильном устройстве. Поэтому, если вы уложите свой, как говорится, весь контент в сотку символов, в сотку знаков, я думаю, здесь вы вложите все, что нужно, в самую нужную информацию, которая нужна. Я уверен, что ваша краткость позволит вам написать и на 7 знаков, и этого будет достаточно. Вот. Поэтому, когда текста немного, его гораздо легче читать. Больше всего раздражает действительно текст, который выровнен по центру. Если его очень много, его становится тяжело читать. Мы привыкли читать слева направо и любим, привыкли, что большой текст, он выровнен именно по такой системе. Если вы хотите, чтобы ваш текст был центрирован, сделайте, чтобы его просто было меньше. Разделите, выкиньте нужное, оставьте только нужную информацию. Ну и, соответственно, та же проблема, которая была описана с той фотографией, где накладывается темный фон, это когда ваш все-таки текст наслаивается на объект изображения. Это действительно раздражает. Дизайнер должен учесть это в зависимости от того, какое тоже будет разрешение, чтобы изображение не наслаивалось ни при каком из разрешении на текст, чтобы изображение было от текста отдельно. Едем дальше. Само собой, это визуальная иерархия. Здесь вот просто на картинке очень удачно показано по поводу того, какие должны быть размеры у шрифтов, то есть, что заголовок верхнего уровня должен быть больше, чем заголовки нижнего уровня. И это нормально. Вот. Аналогично, если посмотреть к другим иерархиям внутри блока, нужно тоже выдерживать это правило, то есть, заголовки уровня 2, то есть, h2 должно быть больше заголовков уровня 3. Я действительно встречал эту проблему. Вот. И еще такой нюанс, это когда смысловой блок может распадаться на 2. Обратите внимание, на этом изображении это очень заметно, что вот этот смысловой блок, вот выделенный отдельно, гораздо более понятно, чем выделенный вот так. Ну и конечно же, слишком крупный длинный заголовок. Правила к заголовкам применимы сеошные. Помните, 60 знаков это ваш психологический предел любого заголовка. Если вы пытаетесь написать слишком большой заголовок, значит там слишком много лишних слов. Поэтому постарайтесь уложить его, чтобы он легко читался. Ну и конечно же, это обводка в кнопках. Я думаю, сейчас этим уже никого не напугать, я такое уже не встречаю, но где-то там можно встретить. Поэтому оптимальный вариант, классические кнопки, либо вообще вот как кнопка, которая сделана сейчас, собственно, здесь. Кнопка, которая при наведении меняет цвет, это вообще оптимальный вариант. Огромное количество цветов, да, сейчас два-три цвета на сайте, это норма. Причем два цвета, это один из них черный, один из них белый. Давайте белый не будем считать. Один из них черный, один из них ваш фирменный цвет, это норма. Три это уже считается много, четыре это перебор. Поэтому очень важно. Перегруженное меню. Очень важно делать грамотное меню, в котором нет ничего лишнего. Постарайтесь меню расположить так, чтобы в нем не было никаких лишних элементов, а все элементы были расположены по логике, по своим местам на новый блог. Ну и конечно же, это по поводу дизайна, которым действительно можно столкнуться. По поводу дизайна статей. Идеальным примером будет глянуть наши статьи на нашем сайте. Если зайти на наш сайт SEOquick и зайти в любую статью нашего блога, обратите внимание, как мы пишем статьи. Все, что мы здесь внедряем, мы внедряем действительно основываясь на реальной работе алгоритмов, собственно, работы с конкурентами. Наша задача ловить и лиды, наша задача, собственно, и делать качественные материалы. Поэтому, когда мы эти продукты дизайн статей, у статьи должен быть грамотно пропитанный текст. Все элементы кликабельных ссылок должны быть подсвечены соответствующими элементами. Очень удобно разбивать главы по блокам. И самое главное, снабжать весь контент списками, писать короткие абзацы, добавлять картинки. Это то, про что я говорю всегда на большинстве видео, на большинстве вебинаров. Это вы, надеюсь, наши подписчики знаете. А кто смотрит меня впервые, советую сейчас же подписаться на наш канал. И, конечно же, нажать колокольчик, чтобы не пропускать все видео, которые выходят у нас на канале. Перейдем к следующей популярной ошибке в аудитах юзабилити. Это ошибки в навигации. Что такое навигация на сайте? Конечно же, это когда у вас продумана логика перехода по нужным меню, через поиск, через другие любые элементы. И здесь я хотел бы показать пример одного из действительно спорных решений на довольно-таки крупном агрегаторе. Это, собственно, агрегатор по всему. Розетка занимается просто всем. И у нее в меню здесь есть огромное количество списков вариантов. На самом деле их действительно здесь очень много. Ну, это особенность этого маркетплейса. Но, я так скажу, к нему привыкли и ему могут многое простить. Молодому магазину такое меню могли бы и не простить. Объясню почему. Что если человеку дать 15 вариантов на выбор, да, действительно, он потратит гораздо больше времени, чем если вы дадите ему 10. И, соответственно, чем больше этих вариантов выбора, да, тем, как говорится, сложнее человеку принимать среди них решения. А особенно если эти все варианты похожи друг на дружку. Ну, то есть слишком похожие категории. Я уверен, что вы сможете легко найти сайты, у которых такие меню являются слишком перегружены. И иногда бывает, что это отличная идея, что, да, пользователь сможет легко попасть на любой товар, то есть при помощи навигации. Но на деле это оборачивается просто за то, что пользователь запутывает. Вторая ошибка, собственно, которая может быть связана с этим, это иногда неправильно продуманное меню. Для того, чтобы попасть в какую-то категорию, да, вы потом не можете вернуться обратно, допустим, нажав на хлебную крошку. Потому что такой страницы не существует. Это действительно довольно-таки редкая ситуация, но она бывает. И я сталкивался с сайтами. Я здесь, еще раз говорю, примеры показать не смогу. Потому что надо было бы неплохо поднять эти старые истории. Но большинство ошибок, которые я находил, уже исправлены у моих клиентов. Ну да, то есть бывает тогда ситуация, когда у вас страничка третьего уровня существует, а странички второго уровня не существует. Но в хлебной крошечке она присутствует. То есть на самом деле, если посмотреть на любой товар. Вот, хлебная крошка. Вы должны иметь возможность перейти на каждый из этих элементов. Если у вас нет возможности перейти на эти элементы, значит у вас иерархия, что так она сломана. И фактически эти странички тоже должны ранжироваться. Соответственно, когда аплодируете навигацию, еще очень важно продумывать уровни, вот эти подуровни, уровни так, чтобы у вас ваш сайт был максимально продуман. Чтобы у него не было двойственных вариантов. Чтобы все варианты лежали действительно на своих местах. Для этих целей вам нужно действительно продумывать семантическое ядро, продумывать структуру, продумывать подуровни. И по семантическому ядру действительно это все располагать в виде карты сайта. И соответственно, нужно делать так, чтобы у вас не было путаницы. Чтобы какие-то элементы повторяются, либо могут находиться в двух местах одновременно. То есть, продумайте структуру так, чтобы не было таких ситуаций. Пример ошибки, которые вы можете увидеть, это дублирование элементов, которые должны быть только на одном виде сайта, например, на десктопном и отсутствовать на мобильном. И наоборот, определенные элементы должны быть на мобильном и отсутствовать на десктопе. Посмотрим на этот сайт. Я открою его сейчас в двух местах, объясню почему. Чтобы вам было видно и мобильную версию сайта, и десктоп. Мы зайдем сейчас в мобильную версию сайта и посмотрим на него непосредственно, как он выглядит на мобилке и на десктопе. И что вы обнаружите? На мобилке менюшки, соответственно, верхней нет, здесь она есть. И здесь менюшка вызывается через гамбургер. В этом гамбургере, его так называют, находятся все нужные ссылки, которые нужны для поиска. Но при этом этот гамбург должен отсутствовать по факту на десктопе. Но он здесь есть. Поэтому от таких вещей нужно избавляться и удалять, потому что они являются двойственными дублями на вашем сайте. Также интересной ошибкой является изменение главного меню в процессе путешествия по сайту. Чаще всего, когда пользователь ходит по сайту, он сталкивается с разными страничками, с разными структурами. И на этом сайте можно увидеть сразу же, что главное меню меняется. По факту, то оно становится белым, то оно появляется с обратным фоном. И фактически иногда могут даже меняться отдельные элементы в зависимости от посещения. Такие вещи являются максимально критичными для пользователя. Потому что, что бы вы ни делали внизу сайта, то есть все, что здесь может происходить как угодно, все, что находится на этом верхнем элементе, должно быть, условно говоря, как скала. Он должен быть неподвижным. В нем ничего не нужно менять. И поэтому меню здесь, оно является статичным для всего сайта. И, собственно, это уже касается и подвала. Подвал для любой страницы сайта должен быть максимально идентичным. Да, кстати, кто любопытный, заметит, что у нас на SEO Quick есть отличия. На самом деле, они были сделаны в качестве эксперимента. Но мы знаем, что это нужно, на самом деле, исправлять. Собственно, у нас стоят такие сейчас, в данный момент, задачи. И, действительно, инструменты, то есть главное меню должно быть максимально удобно на любой странице. Интересными ошибками, на которые стоит обратить внимание, это выпадающее меню. На самом деле, именно выпадающее меню больше всего раздражает веб-разработчиков и пользователей. Во-первых, потому что выпадающее меню, по факту, работать должно иначе на мобилке. То есть, на мобилке это меню должно реализовано быть по нажатию пальца. Оно должно разворачиваться и предлагать варианты. В то время, как оно срабатывает на наведение мышкой без какого-то либо клика при работе непосредственно на десктопе. И, получается, на десктопе ваша задача сделать так, чтобы ваше меню работало удобно и нормально. Но выверить задержку вот этих выпадающих меню. Увод мышкой в сторону. Это иногда просто может вызывать жуткое раздражение. Выверить правильный размер этого меню. Потому что, выводя мышку в сторону, может сработать оно на наведение на другое меню. И уже вывалится. И устроить этот каскад фейерверка неудобства. Поэтому это яркий пример, как не надо делать меню. Это всевозможные выпадающие меню, которые срабатывают при наведении. В частности, это касается десктопа. Ну и вторая ключевая ошибка, которую, собственно, я бы выделял. Да, это представьте себе совместить первую ошибку и вторую. Это когда у вас будет огромное количество навигационных элементов, которые будут еще и выпадающими. Это просто ад для пользователя и самый сильный удар по юзабилити. Ну и если подбить, еще самое важное, это правильно прописанные категории. Категории нужно прописывать четко под ключевые слова. Самое плохое ключевое название категории, это товары или услуги. Это на самом деле, если у вас такую страничку создаете, то не создавайте ее. Лучше сразу сделать отдельный блок, где эти услуги находятся. Да, не спорю, если у вас их много, то можно сделать страничку услуги. Но если вам где-то в середине меню будет находиться раздел товара, это неправильное название. Подумайте над тем, как правильно назвать рубрики, которые такие вот полуобщее название. Второй момент, это, конечно же, меню. Меню не должно располагаться, условно говоря, вверху и крайний случай сбоку. Исключение, действительно, в арабских странах меню может располагаться здесь. Потому что не читает обратное направление. Но придерживайтесь тех же тезисов, которые используются в вашей стране, в которой вы рекламируете свои товары и услуги. Смотрите затем, как принято делать сайты в вашей сфере. И старайтесь не изобретать велосипеды. Не думайте, что логотип, который находится посередине, это классная идея. Если все логотипы ставят, условно говоря, вверху слева, значит, вы тоже ставьте вверху слева. Не нужно делать что-то экстраординарное. Следующая ошибка, которая на самом деле может негативно повлиять на работу вашего сайта, это не слишком чистый код. Откуда это может возникнуть? Скорее всего из-за того, что ваш сайт, возможно, был на какой-то теме, в которой вы выпилили какие-то элементы, убрали. Вместо них добавили кучу других, добавили много плагинов, много донастроек. Именно в этом ситуации я действительно считаю, что сайты, созданные с нуля, они более приоритетны, чем сайты, созданные с какой-то темы. Если вы хотите все-таки сайт на WordPress, не покупайте тему. Лучше заплатите веб-разработчикам, чтобы они вам ее написали. Написали все с нуля, написали все так, как оно и должно быть, согласно вашим техническим заданиям. А не берите готовое решение и пытайтесь его перепилить, выкинув ненужные элементы. Объясню почему. Чем хороши темы? В темах вроде бы все есть, но в темах есть то, что вам не нужно. И его нужно отключать. Но все, что там есть, оно все равно остается в коде. И оно есть на странице и загружает ваш сайт. И сайты могут из-за этого быть очень тяжелыми. И эти архаичные элементы, которые находятся, которые у вас отключены, там могут негативно влиять на юзабилии. Причем, как они могут влиять? Абсолютно случайно. Может сломаться кнопка какая-то. Может показываться элемент, который при переходе ведет в никуда, допустим, вбитые страницы. Может, в принципе, очень сильно загружать PageSpeed. У нас был такой случай, когда у нас был другой редактор, внутренний редактор контента, да, и Cherry, по-моему, он назывался. И преимущество Cherry, PageSpeed у меня был просто в красной зоне на всех страницах блога. Пока мы его не убрали, не поставили чистый код для прописания статей с обычными шорт-кодами. До этого у нас была просто ужасная скорость сайта. И вот благодаря этому мы эту проблему вылечили. Следующее, что нужно обратить внимание, это действительно тепловая карта. При тепловой карте, в частности, при анализе тепловой карты, нужно учитывать многие вещи. В частности, кликабельность ваших элементов, которые у вас есть в меню. То есть, у нас, условно говоря, есть сайт, у него есть меню, и мы должны понимать, что из этого кликабельно. На что люди нажимают. На какие пункты они нажимают на сайте. И это надо видеть, как они взаимодействуют с нашим контентом. Сколько людей клацает на логотип, на главный. Вы видите, что довольно много, потому что действительно находится на своем месте. Сколько людей заходят в услуги, кто заходит в наши элиты. Кому нужны наши курсы, собственно, и кто заходит в наш блог. И обратите внимание, какая кликабельность, да, у кнопочки обратный звонок. И, соответственно, если посмотреть на другие элементы, можно увидеть, насколько часто люди взаимодействуют с другим контентом, который есть на сайте. Это же касается элементов в подвале, которые тоже есть. На любой странице вроде бы можно это посмотреть. Но кое-что можно не знать. А, например, а как часто люди промахиваются по кнопкам. Или, например, а как часто люди, так называемые, делают мертвые клики. То есть нажимают, а ничего не происходит. Это действительно интересная информация, как эту информацию собрать. И сейчас я вам кое-что расскажу. Существует сервис Microsoft Clarity. И при помощи этого сервиса вы можете как раз измерить вот это количество мертвых кликов, яростных кликов, мы их так называем, да, или там из бессмысленного скроллинга. Как вы видите, что, собственно, вот я вам показываю статейку обзор на Search Engine Land именно этого сервиса. Первое, это мертвые клики, это когда пользователь кликает, но это не дает никакого эффекта. Или когда Rage Click, это когда пользователь закликивает буквально элемент, пытаясь, допустим, попасть в какой-то из элементов. Или, например, Excessive Scrolling, это когда пользователь скроллит гораздо быстрее, чем это было неожиданно. То есть, посмотреть, какой контент реально пользователю неинтересен, его пролистывает, пока не найдет нужный. Ну и, собственно, Quickbacks, это быстрые возвраты. То есть, когда человек понимает, что он попал не на ту страницу, как говорится, просто потому что где-то была ошибка навигации. Сервис действительно мощный, позволяет много чего отследить на сайте, и поэтому мы рекомендуем его для установки. Начните с него и посмотрите действительно эту информацию, потому что на самом деле здесь вот это и есть маркеры проблемных зон, проблемных страниц. Usability сейчас становится чуть-чуть другим, она уже требует большего количества статистики, чем просто посмотреть, этот элемент находится не здесь, здесь цветовые гаммы не те, здесь что-то сделано не так. Нет, Usability сейчас становится фактически анализом большого количества статических данных. И если вы не реализуете эту настройку аналитики на своем ресурсе, вы ничего видеть толком так и не будете. Это короткое дополнение к моему предыдущему видео по аудиту Usability. Были ли интересные факты, которые я рассказал? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я думаю продолжать эту серию видео непосредственно для вас, дополняя его более интересными фактами, которые нужно знать, когда вы анализируете сайты. И помните, Usability это сложный процесс, в котором нужно действительно оценивать взаимодействие пользователя. И если вы понимаете, что ваш сайт мало продает, плохо конвертит, первое, что нужно проверять, это, конечно же, Usability. Проверьте вообще, можно ли на вашем сайте заказать, и заодно проверить какую-то товар или услугу. Ну и проверьте все способы на разных устройствах, не вызывают ли они дискомфорта. Это так называемый ручной метод. Ну и статистический метод, как я вам показал, яркий пример. Можно собирать информацию при помощи тех же тепловых карт, и отслеживание взаимодействий кликов на вашем сайте. Придерживаясь всех этих знаний, то есть вы сможете легко составить план по проверке Usability вашего сайта, сбора багов. И, возможно, в следующем видео я расскажу, собственно, как описывать эти баги и как передавать их программисту. На этом все. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы в комментариях, и я буду с удовольствием рад дискуссии под этим видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok